Иногда мне кажется, что люди просто помешаны на рейтингах. Топ-100, топ-500, лучшие 25 школ региона, наверняка есть какие-нибудь рейтинги детских садов, лучшая компания по какому-нибудь критерию. С другой стороны, рейтинги – это хорошо, они позволяют нам ориентироваться в огромном объеме данных и особенно хорошие рейтинги, в которых мы понимаем, по каким критериям оценивалась работа той или иной компании, той или иной организации. И поэтому сегодня мы с вами будем делать такую анимированную интерактивную инфографику, которая позволит нам представить данные рейтинга в наглядном, понятном виде. Для своей практики вы можете взять любую доступную вам таблицу с данными, с рейтингами. Вам важно иметь доступ к данным за несколько лет. Не просто вот в этом году наша школа входит в топ-25 или не наша школа, просто топ-25 школ или топ-25 университетов. Главное, чтобы у вас были данные по этой организации за несколько лет. И, к сожалению, когда смотришь различные публикации, различные публикации медийные, они не содержат исходных данных, то есть они не содержат исходную таблицу, поэтому нам будет немножечко тяжело. Но вот как хитрость есть, когда-то очень давно, с 2005 по 2013 год, была вот такая табличка на сайте РИА Новости. И там, допустим, для тренировки можно взять вот эти вот данные, но они здесь в виде картинки, поэтому придется взять табличный редактор Excel, либо Google таблицы и перебить туда эти цифры. Понятное дело, что когда мы работаем над серьезными там большими отчетами такими-то или презентациями, где нам потребуется эта информация, конечно, мы лучше всего, конечно, добыть исходный Excel, но если его нет или вот как в нашем случае просто для тренировки, быстрее иногда бывает перебить данные просто в табличку. Ну вот в данном случае я сегодня буду тренироваться на рейтингах, на мировом рейтинге университетов, причем здесь тоже есть такая хитрость. Мы очень часто слышим, мы очень часто слышим о рейтинге университетов и вот есть такой, допустим, рейтинг, можно зайти на сайт и посмотреть там в 21 году кто из университетов был самый крутой. И вот у нас MIT, вот у нас Stanford, вот у нас Harvard. И очень часто люди ориентируются на эти рейтинги, вот прям вот университет крутой, поэтому мы туда едем. Но очень важно понимать, что общий рейтинг университета не всегда равен рейтингу университета по тому направлению, куда вы поступаете и где вы хотите учиться. Поэтому надо смотреть не только общие рейтинги, они важны, но все же погружаться в рейтинги по тому направлению, по той тематике, по тому вектору, куда вы хотите поступать, куда вы хотите идти учиться. Вот, поэтому есть у тех же самых топ университетов, есть вот часть этого рейтинга, это рейтинг по предметно. Рейтинг по теме, по которой вы собираетесь учиться. И то есть вот в одних сферах, там лингвистика, теология будут одни лидеры, в инженерном будут другие лидеры, в медицине формалкология будет третий и так далее. И вот в данном случае я смотрю на ту тему, которая интересна мне, и вот мне интересен выборка Communication Media Studies. Рейтинг по предмету будет иным, нежели общий рейтинг. И давайте просто на этом простом примере посмотрим. Там у нас был Стэнфорд, у нас был Гарвард и MIT. А если мы посмотрим по рейтингу по моему направлению, да, какая самая крутая медиа школа, там школа коммуникации, это университет Амстердама, а не MIT. MIT там тоже есть, но не на первом месте. То есть это вот всегда, когда мы работаем с данными, всегда, когда мы работаем с инфографикой, нам важно не просто получить какие-то цифры, не просто увидев экселевскую таблицу с циферками, а мы сейчас зафигачим, мы сейчас зафигачим какую-нибудь классную инфографику, какую-нибудь классную диаграмму. Всегда важно понимать смысл этих данных, что они значат. Потому что вы не просто делаете, не просто делаете какую-нибудь графику или диаграмму, вы сообщаете этим некую мысль, да, некое, у данных всегда есть значение. И то, что вы будете писать, описывая эти данные, те выводы, которые вы будете делать, они основаны не только и не столько даже вот на этих цифрах, а на тех вопросах, которые вы задаете. Поэтому вот здесь очень важно быть внимательным, что конкретно вы показываете. И это как раз позволит проверять вашу работу, насколько вы корректно либо некорректно эти данные представили. Ну, значит, в данном случае у меня не было сырых данных. Здесь вот я чуть-чуть походила по сайту, не увидела возможность, может, она и есть, но я ее не нашла быстро. Возможности скачать сырые данные. Но так как я планирую делать небольшую пробную экспериментальную инфографику, то мне оказалось быстрее действительно взять вот эти вот данные с этой таблицы. То есть я беру места рейтинги университетов по направлению коммуникация и медиа за 4 года. То есть вот в этой табличке есть данные у меня за 18, 19, 20, 21. Как я делала? Я выбирала год, вот там 18 и просто копировала данные в табличку, в табличку, вот в такую. То есть я взяла, открыла 18, открыла 19, 20, 21 и это там у меня заняло минут 10 на то, чтобы расставить эти циферки. И теперь, имея вот эту вот табличку, возможно, у вас есть какая-то просто в доступе своя таблица, либо с рейтингами, либо с показателями по каким-то учреждениям. Теперь мы пойдем в сервис Flourish, где мы, собственно, эти циферки будем превращать в нечто прекрасное. Нам нужно вот здесь в правом верхнем углу нам нужно подключиться. Может быть, вас попросят зарегистрироваться. И для того, чтобы сделать новую инфографику, новый интерактивный график, нам нужно вот нажать здесь New Visualization. Очень часто, очень часто меня спрашивают, а нет ли вот всего такого же прекрасного только на русском языке. И ответ будет нет, потому что основные сервисы, которые работают вообще с мультимедиа, они абсолютно интернациональные и на базовом английском. И я в данном случае рекомендую просто использовать необходимость, либо интерес делать какие-то прекрасные инфографики, либо прекрасные мультимедийные форматы. Использовать это как возможность прокачать хотя бы какие-то базовые знания в английском, вот на уровне Choose – выбери, New – новый, Start – это старт и так далее. Нет возможности все эти прекрасные сервисы заводить отдельно только русскоязычные. Тем более, что вот в инфографике, в визуализации у нас очень много построено на картинках, и какие-то вещи можно подогадываться как они были. Значит, сегодня мы будем делать вот такую вот инфографику и гонка на линейном графике. Вот мой помощник-переводчик помогает. И давайте мы возьмем вот этот вариант. Значит, что у нас здесь есть? Вот нам показывает это тренировочное, чтобы вам было наглядно видно, да, что вы будете делать, как будет выглядеть ваш материал. Но здесь очень много данных, да, и особенность, видите, можно выделять какой-то, ну, в нашем случае будет университет, можно выделять участника гонки и там кликнуть и наблюдать за тем, как он движется по времени. И можно смотреть на всю, на всю систему целиком. Вот, сегодня вот мы такую штуку будем делать. Что в Афлорише, тут у нас важные кнопки. У нас есть здесь вверху, это тренировочный, да, показ, демонстрация того, как будет выглядеть ваша инфографика, и есть кнопка дата. Вот дата, это, собственно, вот табличка, куда лягут все ваши данные. Сразу не пугайтесь, вот смотрите, как ужас, ужас, как много всего. Мы делаем Ctrl-A, вот так вот кликаем в ячейку, делаем Ctrl-A, это выделить все, говорим DELL, и, в принципе, у нас все уже нормально. Мы уже не пугаемся большого количества цифр. Дальше, для того, чтобы нам перенести наши данные, мы идем в нашу пабличку, которую я составила, и копируем эти данные, и вставляем их вот сюда. Значит, здесь смотрите внимательно. Здесь очень много подсказывается именно визуально, и обращайте на это внимание, будьте наблюдателями. Видите, у нас некоторые эти колонки подкрашены, а некоторые колонки не подкрашены, и это непорядок. Значит, что нам здесь говорит? Нас спрашивает система, что из этого подписи, name column. Подписи это у нас колонка A. Вот у нас стоит колонка A. Дальше, score, это, ну, собственно, данные, показатели числа. И вот здесь написано, что колонки с числами – это с C до ZZ. Нет, наши колонки с числами – это B и до I. Тут у меня автоматически вот. И теперь тогда у нас все колонки с данными, они одинаковые. Вот у нас уже даже показывается, там что-то показывается внизу, но нас это сейчас не сильно интересует. Вот у нас мы перенесли эти данные. Поэтому, когда вы работаете с инфографикой до момента визуализации самой, вы подготовьте табличку, табличку просто там в своем Excel либо в Google таблицах, так, чтобы у вас данные все были уже готовы, чтобы вы в сервисе инфографики сделали control A, control C, control B. Выделить все, скопировать и вставить горячие клавиши. Давайте посмотрим в превью, да, что у нас здесь получилось. Вот у нас есть показатели, да, вот у нас есть динамика, как двигались наши университеты по рейтингам. Мы можем посмотреть, что у нас тут вискосин, как у нас двигался. Мы смотрим, как Стэнфорд двигался. И вот здесь вот как раз то, что частенько пугает, то, что частенько пугает людей, когда они работают с инфографикой. Нужно быть всегда на чеку. Смотрите, мы такие смотрим на Стэнфорд. Или мы смотрим, например, на университет Амстердама. И мы же знаем в наших данных, мы же видели в нашей таблице. Сейчас я себя покажу. Секунду. Вот так. Мы же видели в нашей таблице, что университет Амстердама всегда на первом месте. А в этой таблице, когда мы залили эти данные, университет Амстердама у нас на 13 месте. И это не порядок. Это значит неправильно. Я, когда даю задания различные, даже по очень простой инфографике, это одна, наверное, из самых часто встречающихся ошибок, когда люди не думают над данными, не наблюдают за соблюдением смысла и логики тех данных, которые они представляют. Значит, здесь что произошло? У нас в таблице уже места. У нас в таблице не данные критерии, не там числовые показатели по критериям, которые соединяются и затем ретингуются и расставляются места. У нас там места уже занесены в таблицу. Следовательно, у нас должно быть, значит, вот скоринг. Это, собственно, наши данные. И вот здесь вот есть Data Type. Здесь отмечено, что Higher – это наивысший, те, которые высокие показатели, win – побеждает, либо Higher Scores – Loss, у кого самый высокий показатель, тот проигрывает. То есть у нас что важнее, 24 выигрывает или 1 выигрывает? В нашем случае выигрывает тот, у которого показатель 1. Поэтому мы переключаем здесь на кнопку, что тот, у кого больше всего, большее место, да, там 30-е место, он проигрывает. И наш линейный график становится совершенно другим, но теперь он соответствует действительности. Поэтому инфографика – это такая прекрасная штука, которая делает данные наглядными. Но для создателя инфографики всегда, всегда нужно быть на чеку и помнить о том, о чем, собственно, мы делаем материал, да, что это значит. И вот, собственно, вот все. Вот у нас все готово. То есть мы можем посмотреть по конкретному университету. Вот у нас Нью-Йоркский университет прям пошел в рост за последние 4 года. Или где-то у нас тут был Сингапур. Сингапур тоже вот. Сингапур пошел, смотрите, в рост. Понятно, что там это первая пятнашка. Есть безусловные лидеры, которые держат эти показатели. Ну, вот очень интересная динамика, за которой можно наблюдать. Где это можно использовать? Понятно, что вот вы можете делать, если вы работаете в медиа и отслеживаете системно тему рейтингов и следите за одним и тем же рейтингом в течение нескольких лет, то можно, конечно, бесконечно вводить информашки за каждый новый год в разном формате, там, фигачить топ-25, топ-50. И все это будет вот в общем потоке новостей куда-то исчезать. Вы можете сделать один спецпроект. Вы можете сделать отдельный большой дорабатываемый, постоянно обновляемый, постоянно материал, который с выходом каждого нового рейтинга, каждого нового года вы просто добавляете данные в таблицу, и они аккумулируются. И поэтому весь трафик людей, которые будут интересоваться этой темой, он будет постоянно, регулярно приходить на вашу страницу за этими обновлениями. И с другой стороны, это нагляднее, чем собирать по всем информашкам, по всем новостям, собирать эти данные и упаковывать и бедные несчастные родители, которые за этой информацией следят. Я могу вам показать просто, где, как еще это было, где еще можно посмотреть и использовала. Это вот, например, отчет, отчет 18-го, по-моему, года у фонда Потанина. И фонд делает рейтинг университетов, 75 университетов, по-моему, участвует в программе. И вот есть такой рейтинг российских университетов. Это рейтинг фонда. То есть там есть свои критерии, как они их анализируют. Ну вот здесь вот вы можете посмотреть на наши региональные университеты и тоже, собственно, динамику, как они двигаются по этому рейтингу. Подумайте, посмотрите, какие из тематик, какие данные у вас есть в доступе. Если ничего не приходит в голову своего, потренируйтесь на котиках, потренируйтесь на университетских рейтингах, на школьных рейтингах, просто погуглите, поищите данные по каким-то показателям, одним и тем же показателям на протяжении нескольких лет. 4-5, 4 года, 5 лет приблизительно для наглядности, для того, чтобы потренироваться, вполне себе достаточно. Давайте, я в вас верю, у вас все получится, и у вас будут очень интересные и динамичные инфографики. Ой, совсем-совсем забыла, конечно же. Как поделиться-то? Вот у нас есть кнопка экспорт и паблиш. Экспорт вполне себе, даже наше русское слово, экспорт, посылаем наружу. Значит, нам нужно его опубликовать. Not published – это not published, а нам надо publish. Мы его опубликовали. И вот у нас здесь есть ссылочка. Если вам нужно вставить в свой собственный сайт, вот у нас есть embed, так что он будет встроен в ваш материал. Ну вот для тренировки можете пользоваться и простой ссылкой. Когда вы эту ссылку расшарите, вот, собственно, будет показано, ваши пользователи, ваши подписчики увидят вот такую интерактивную инфографику. Ну вот, теперь уже все, и давайте за работу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!